В далёком прошлом идея боевого шагающего робота оказалась выдумкой из комиксов и фильмов вроде «Аватара» или «Робокопа». Но южнокорейская компания Hankook Mirai Technology доказала – будущее уже наступило. Их машина под названием Method 2 – первый в мире пилотируемый экзоскелет гигантских размеров, построенный в реальности и способный двигаться, шагать, поднимать и удерживать тяжёлые объекты. Высота конструкции – около 14 футов, вес – почти полторы тонны. Пилот размещается внутри прозрачной кабины, напоминающей голову робота, и управляет конечностями с помощью пульта или системы синхронизации движения. Метод 2 повторяет действия человека, копируя жесты в режиме реального времени. Каждый палец этой машины управляется сервоприводами, а в плечах установлены мощные гидроцилиндры, позволяющие поднимать объекты весом до нескольких сотен фунтов. Экзоскелет создавался изначально для промышленного и аварийного применения – в условиях радиации, химической угрозы при обрушении зданий. Но оборонные ведомства быстро поняли его потенциал – защита, мощь и устрашающий вид. Идеальное сочетание для задач военного контроля. Даже без оружия один такой гигант способен нести на себе радиопередатчики, мощные экраны или системы наблюдения на труднодоступных участках. Метод 2 пока далёк от серийного производства, но он прошёл реальные испытания. Ходил по полу, перемещался на платформе, удерживал металлические балки. Компания планирует интегрировать балансировочные системы и автономное позиционирование, чтобы робот мог сохранять устойчивость даже в движении по неровной поверхности. Главное же в этой истории – то, как быстрая идея из фантастики становится реальностью. Ведь если одна частная компания смогла построить шагающего титана, что же скрывается в лабораториях оборонных ведомств? А теперь представь, если бы такой механизм стал не просто мускульным каркасом, а полноценным боевым танком без водителя. Робот-танк Рипсо На первый взгляд Рипсо выглядит как футуристичный гоночный танк. И это недалеко от правды. Эта платформа – один из самых быстрых и манёвренных гусеничных беспилотников. Разработан он был братьями Хао, инженерами-энтузиастами, и позже адаптирован американской армией под реальные боевые нужды. Самое шокирующее – его скорость. Рипсо способен разогнаться по пересечённой местности до 40 миль в час, что делает его в несколько раз быстрее, чем большинство танков и бронемашин. При этом он полностью дистанционно управляемый, а в новых версиях интегрирован искусственный интеллект, способный самостоятельно ориентироваться на местности. Боевой модуль с пушкой, пулемётом и возможностью установки ракет. Управление может осуществляться с безопасного расстояния. Такая машина может быть разведчиком, охранником базы или первым в атаке, когда отправлять людей слишком опасно. Рипсо прошёл испытание в условиях пустыни и леса, его невозможно остановить обычным подрывом колеса или гусеницы. У него продублированная система хода и бронекапсула для внутреннего оборудования. Военные США всерьёз рассматривают его как основу для следующего поколения лёгкой бронетехники. Но самая пугающая деталь — это его бесшумный ход. Электроприводы и гибридная тяга позволяют Рипсо подходить к цели незаметно. Он не только быстрее большинства машин на поле боя, но и тише. Если машина без экипажа может носиться по полю боя с пушкой, то почему бы не создать настоящего автономного бойца с танковым вооружением? Чёрный рыцарь Black Knight — это проект, который выглядит как обычный танк, только без одного ненужного элемента, а именно человека внутри. Созданный компанией BAE Systems, этот боевой робот массой около 27 тысяч фунтов оснащён автоматической пушкой калибра 30 мм, с паренным пулемётом и бронёй, достаточной для защиты от лёгкого стрелкового оружия и осколков. Но главное — не в оружии, а в мозгах. Этот танк может перемещаться автономно, прокладывать себе маршрут, искать укрытие и даже выбирать позиции для атаки. Его системы управления подключены к камерам кругового обзора, лидарам, сенсорам дистанции и системам машинного зрения. Платформа была испытана в условиях имитации боя. Операторы лишь задавали цели, а Black Knight сам выбирал путь укрытия и даже проводил анализ возможных угроз. Машина может быть частью скоординированной атаки, обмениваться данными с другими роботами, беспилотниками и командными пунктами. Хотя пока что он не на вооружении, армия США официально заявила, что такие платформы — это будущее их бронетанковых войск. И если автономный разведчик — это уже реальность, то вот полноценный робот-танк на поле боя — уже не фантастика, а следующая ступень. Теперь перенесёмся в Индию, страну, которая в тени сверхдержав создала свою собственную армию роботов. Мунтра — индийский безэкипажник Мунтра — это первый в Индии семейный проект беспилотных военных платформ, разработанный организацией оборонных исследований и разработок. Машины созданы на базе известного БМП-2, но переделаны так, что теперь они способны выполнять миссии без участия экипажа. Существует три версии Мунтра. Версия С — это разведчик, оснащённый камерами ночного зрения, радарами и лидарами. Она может двигаться по полю боя, передавать данные в реальном времени, обнаруживать скрытые цели и даже подсказывать маршрут пехоте. Версия М предназначена для разминирования и несёт оборудование для обнаружения взрывчатки. А версия Н способна действовать в химически заражённой среде, собирая данные и поддерживая связь. Каждая машина может управляться дистанционно на расстоянии до 9 миль, а также действовать автономно, используя навигационные алгоритмы. Испытания показали, что Мунтра успешно перемещается по пересечённой местности, избегает препятствий и синхронизируется с другими машинами. Благодаря своей стоимости и универсальности, Мунтра может стать основой целых беспилотных подразделений. Это доказывает гонка за роботизацией армии не только между США, Россией и Китаем. И теперь представь, если бы не только разведка, но и вся логистика на поле боя стала автономной? Грузовик без водителя. Террамакс. Система Террамакс, созданная Ошкош Дефенс, это настоящий рабочий конь армии будущего. Она позволяет тяжёлым армейским грузовикам двигаться по полю боя без участия водителя. Идея в том, чтобы заменить людей на самых опасных маршрутах, там, где мины, засады или снайперы. Система устанавливается на уже существующие платформы. Грузовики MTVR, MRAP, PLS, оснащённые лидаром, радарами, GPS, камерами и бортовым компьютером, машины могут двигаться автономно по заданным маршрутам или следовать за ведущей машиной. Всё это без водителя внутри. Тесты показали, что одна машина-оператор может координировать до 5-6 террамакс одновременно. Конвой двигается точно, избегает препятствия, реагирует на внезапные угрозы. При необходимости машины могут остановиться, изменить маршрут или развернуться, получив новую команду по защищённому каналу связи. Система активно тестировалась на полигонах и в реальных миссиях и уже используется в ограниченном объёме. Очевидно, ни один человек не рискует жизнью при перевозке боеприпасов или топлива по опасным дорогам. И это лишь логистика. Дальше мы погружаемся в мир, где оружие не только ездит само, но и стреляет по решению нейросети. СГРА-1 Робот-стрелок Возможно, один из самых зловещих примеров военной робототехники уже давно на границе между Северной и Южной Кореей. Речь идёт о системе СГРА-1, разработанной компаниями Samsung Techwin и Korea University. Это автономный сторожевой робот, оснащённый пулемётом, тепловизором и системой распознавания целей. Установленный на стационарной платформе, СГРА-1 может круглосуточно патрулировать периметр, вести наблюдение и при необходимости открывать огонь. Да, эта машина действительно способна самостоятельно принимать решения о поражении цели, опираясь на множество датчиков. Тепловизоры, звук, движение, изображение. Робот способен обнаруживать человека на расстоянии до 2 миль и различать его поведение. Если цель приближается, он выдаёт голосовое предупреждение, а затем может открыть огонь без участия оператора, если это предусмотрено настройками. СГРА-1 вооружён пулемётом, Дайву К-3 и гранатомётом. Также он использует сложную систему идентификации друг-враг, хотя эксперты до сих пор спорят, насколько эти системы надёжны в реальном бою. Главное, это первая массовая система, где стрельба может производиться машиной без вмешательства человека. И если сейчас такие машины охраняют границу, то завтра они могут стать частью передовых рубежей на любой войне. А что, если передовая — это не линия огня, а сложные маршруты среди холмов и оврагов? Рейсер Хэви — робот-проходимец DARPA DARPA известна своими сумасшедшими, но невероятно технологичными проектами. Один из них — Racer — Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency Heavy Platform. Это полностью автономная гусеничная машина, предназначенная для работы в условиях, где другие транспортные средства просто не справляются. В отличие от других роботов, Рейсер не следует по простой карте. Он видит местность в реальном времени при помощи лидара и передовых сенсоров, оценивает уклон, плотность почвы, наличие препятствий и на лету пересчитывает маршрут. Особенность этой машины — сверхустойчивость и способность к восстановлению движения даже после столкновений или сдвигов почвы. Она обучена миллионам ситуаций и ИИ выбирает стратегию, исходя из модели машинного обучения, а не по фиксированному алгоритму. Испытания показали, что платформа может проехать там, где ни танк, ни квадроцикл не пройдут. Сверхнизкий центр тяжести, продвинутая подвеска и способность к боковому маневру делают Рейсер настоящим мастером трудных дорог. Эта машина не вооружена, но это вопрос времени. В будущем платформа может быть оснащена боевыми модулями или использоваться как транспорт для других беспилотников. А пока она показывает, насколько автономная техника может быть умнее и эффективнее человека в боевых условиях. А вот дальше уже не просто автономность, а техника, которая исчезает прямо на глазах. Невидимость, DARPA и стелс-грузовик. Американская DARPA работает над проектами, делающими технику невидимой не только для радаров, но и для глаз. Один из таких проектов — экспериментальная бронемашина, покрытая материалом с переменным коэффициентом отражения. Она меняет цвет, тепловую сигнатуру и даже форму отражаемого изображения в зависимости от окружения. Это не кино. Уже сейчас проходят испытания прототипы, которые при взгляде с тепловизора полностью сливаются с фоном. Это достигается за счет активного камуфляжа, покрытия, на которое нанесены тысячи миниатюрных экранов или плазменных модулей. Один из тестируемых образцов — это грузовик на базе JLTV, Joint Light Tactical Vehicle, покрытый адаптивной оболочкой. Визуально он выглядит, как невидимое пятно на фоне, его трудно различить даже при наблюдении в бинокль. Разработчики утверждают, что цель — сделать технику полностью незаметной на поле боя, чтобы даже летающие дроны не могли засечь ее. Это не полный инвиз, как в кино, но уже сейчас такие машины сбивают прицелы ракет, обходят тепловые сенсоры и путают дроны-разведчики. А теперь представь машину, которая не просто избегает врага, а вообще не нуждается в водителе. Робот-комбат-вехикл — легкий убийца. РСВЛ — это легкая роботизированная боевая платформа, разработанная армией США совместно с Чинетикью. Ее задача — быть передовыми глазами и пушками на поле боя. Это маленький, но мощный бронеход, способный двигаться автономно и управляться дистанционно на расстоянии до 20 миль. Вооружение включает автоматическую пушку калибра 30 мм, систему активной защиты, тепловизоры и дроны-разведчики. Он весит около 7 тонн, может перевозиться вертолетом и высаживаться в любой точке конфликта. РСВЛ уже участвовал в нескольких полевых испытаниях, включая маневры на пересеченной местности, ночные атаки и городские штурмы. Машина показала, что может действовать в связке с другими платформами, действуя как точка удара или наблюдения. Главное в ней — интеллект. Она анализирует местность, выбирает позиции, ведет огонь без промаха и умеет уходить из-под удара быстрее, чем человек дал бы команду. Это не просто замена солдату, это солдат будущего. Но вершиной всех этих разработок будет машина, которая управляется не солдатом и не компьютером, а целой природой. Quantum Stealth. Плащ-невидимка. В реальности компания HyperStealth из Канады разработала материал под названием Quantum Stealth, который может полностью скрывать человека или объект от видимого света. И теперь его начали тестировать и на военной технике. Этот материал не требует питания, не светится, не нагревается. Он работает за счет преломления света. Световые волны огибают объект, и тот становится невидимым. В тестах разработчики показали, как человек исчезает с фона, и то же самое происходит с макетами техники. Пока Quantum Stealth используется в основном для индивидуальной маскировки, но ведутся эксперименты с покрытием целых машин. Представь броневик, который исчезает в дыму. Или беспилотник, которого не видно ни в дневном, ни в инфракрасном диапазоне. Разработчики сотрудничают с несколькими армиями мира, и хотя проект засекречен, утечки говорят, первые образцы уже есть на полевых испытаниях. Поезд для танков В то время, как мир сосредоточен на дронах и роботах, Китай идет по другому пути. Он превращает железные дороги в боевые линии фронта. Проект, который долгое время был засекречен, теперь известен под неофициальным названием «Военный бронепоезд нового поколения». Его цель — транспортировка тяжелой техники, ракетных установок и беспилотных комплексов по внутренним маршрутам с максимальной скоростью и минимальной уязвимостью. Поезд состоит из платформ с низкой посадкой, каждая из которых может нести до одного танка или двух бронемашин. Кроме того, несколько вагонов представляют собой командные центры, станции для запуска дронов и модули радиоэлектронной борьбы. Все это прикрывается бронированными щитами активной защитой от ракет и ПВО ближнего радиуса. Главная особенность — мобильность. За несколько часов поезд может доставить целую бронегруппу из одного конца страны в другой, без нужды в самолетах или автоколоннах. Используется система рельсового автопилота и даже лазерные комплексы для разрушения препятствий на рельсах. И это не история времен Второй мировой. Это современная техника, проходящая испытания и уже активно задействованная в логистике Народно-освободительной армии. Вопрос лишь в том, как скоро такие боевые составы будут курсировать в зоне боевых действий. Но теперь представь, что к берегу приближается танк, который может плыть. Морской танк США На стыке военного судостроения и бронетехники родился проект морского танка для ВМС США. Амфибийной платформы, которая может выходить из воды, высаживаться на берег и сразу вступать в бой. Один из самых известных примеров АВИПСИДИМА-1, но есть и более новые проекты, такие как ACV Amphibious Combat Vehicle. ACV создается для корпуса морской пехоты США. Он сочетает в себе бронезащиту, мобильность и возможность десантирования с борта корабля. Машина может преодолевать десятки миль по воде, а затем продолжать движение по суше, не снижая скорости. Она способна перевозить до 13 бойцов, оснащена пушкой, автоматическими модулями и датчиками наблюдения. Испытания ACV показывают, машина выдерживает высокий прибрежный прибой, не переворачивается, сохраняет ход даже в суровых условиях океана. Кроме того, она может передвигаться в составе плавающего отряда, синхронизируясь с другими машинами и кораблями. Это уже не просто броневик с амфибийной функцией, это часть новой доктрины, захват берега в один прыжок. И теперь эти амфибии превращаются в полноценные ударные единицы с броней, огневой мощью и возможностью действовать в изоляции от флота. А что, если бы эти машины доставлялись не кораблями, а из воздуха? Воздушный корабль НАТО. Воздушные платформы возвращаются. НАТО и частные подрядчики начали реанимацию старой идеи – военных дирижаблей. Но теперь это немедленные мешки с газом, а гибридные воздушные корабли, способные парить над полем боя, перевозить технику и высаживать бойцов с точностью дрона. Один из проектов – HV304 Air Lander, разработанный британской Hybrid Air Vehicles. Он может нести до 20 тонн груза, оставаясь в воздухе более трех суток. Это идеальная платформа для доставки техники в отдаленные регионы, особенно где нет аэродромов или пригодных дорог. Военные версии оснащаются защитой, электронными системами разведки и могут работать как ретрансляторы связи или базы запуска беспилотников. Одна такая платформа может зависнуть над районом конфликта и координировать действия целого батальона. Главная особенность – бесшумность и высота. Эти машины труднее засечь, они не нуждаются в ВПП, могут парить над горами, пустынями, джунглями. Это тихая революция в логистике, разведке и тактике. Но как насчет скорости? Что если боевой транспорт будет немедленно парить, а нестись быстрее звука? Сверхзвуковой транспортник В мире, где дроны и беспилотники выполняют разведку, а автономные танки ведут бой, доставка грузов все еще занимает часы. Именно это и пытается изменить проект XS-1 от Boeing и DARPA. Сверхзвуковой многоразовый летательный аппарат, способный доставить полезную нагрузку в любую точку планеты за считанные часы. XS-1 – это не просто транспорт, это космогрузовик, который стартует как ракета, достигает суборбитальной высоты и затем выходит на гиперзвуковую скорость. На борту – дроны, спутники, техника. После завершения миссии он возвращается на Землю как самолет, готовый к следующему полету через день. Такой аппарат может быть использован для срочной переброски военной техники, эвакуации ценных активов, развертывания коммуникационных спутников. Это абсолютный рекордсмен по скорости, надежности и универсальности. Сейчас он находится в стадии испытаний, но потенциальное применение уже обсуждается в НАТО и Пентагоне. Если проект добьется успеха, мир получит военную логистику с реактивной скоростью. И все это ведет нас к машине, которая собирает в себе все – массу, мощь, автономность и технологическое превосходство. Главный монстр планеты. Он не летает, не исчезает и не ныряет. Он просто давит. Армата Т-15 – это один из самых тяжелых и мощных боевых бронетранспортеров, созданных в современной истории. Российская машина, построенная на платформе Армата, весит более 60 тонн, бронирована по кругу и оснащена системой активной защиты. Главная задача – доставка пехоты в самых тяжелых условиях, при прямом контакте с противником, под огнем и в разрушенной городской среде. На борту – модуль с автоматической пушкой, системой подавления дронов и комплексом наблюдения на 360 градусов. Эта машина способна двигаться по разрушенным зданиям, пробивать бетонные баррикады, вести бой на ходу и нести на борту до 9 бойцов. Внутри – не просто броня, а цифровой центр управления, где каждый солдат получает данные в режиме реального времени. Ее сравнивают с танком, но это скорее штурмовая крепость на гусеницах. И хотя таких машин построено немного, сам факт их существования показывает, насколько далеко продвинулись технологии наземной боевой силы. Каждая из этих машин – не просто техника. Это символ новой эпохи войн, где солдат не всегда человек, а поле боя – это территория, где правят датчики, ИИ и мощь. Мир уже изменился, и техника, которую ты только что увидел, тому главное доказательство.